привет товарищи давненько я не совершал набегов на алиэкспресс на наш всеми любимый а тут что-то залез смотрю новые зарядники появились прям интересные какие-то с функцией регулировочек там с таймером ну естественно я ее заказал быстро что-то пришел дня за 4 что ли трек приложу вот сюда вот ставлю так как мы видим посылочка пришла действительно из москвы доедем до места да откроем посмотрим так вот она эта коробочка шикарная коробочка смотрим что тоже там внутри поролон он хорошо но я заказывал не платный поролон о пупырышках пистолет черный отлично отлично сейчас проверим основной прикол этой штуки в том что у него есть таймер по идее и можно выбирать этот самый ток зарядный а вот здесь как раз инструкция ладно инструкцию не интересно читать это надо проверить включаем в розеточку 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 так включилась вот дисплей 16 ампер а если я хочу не 16 8 10 13 16 ну давайте 10 попробуем 10 ампер 10 ампер и посмотрим как это сработает и вот воткнулась щелкнула пошла заряжаться пошла заряжаться пошла заряжаться 10 ампер отлично да наверное не всем понятно для чего вот заказывать именно такое зарядное устройство я сейчас объясню значит а она реализует функцию регулировки тока для чего нам нужно понижать ток повысить ток больше ваших 16 ампер которую может ваш автомобиль допустим взять она конечно не сможет но она может понизить ток для чего это нужно да с одной стороны ну время зарядки увеличится и все такое как бы но есть некоторые случаи когда полная скорость зарядки не нужно например вы проезжаете в деревню к бабушке проводку у нее еще времен ильича видела и больше 10 ампер через нее точно никак не пролезет вставляем ограничение 8 включаем зарядку у вас там до следующего утра еще время вагон и машина заряется но в два раза медленнее она будет заряжаться но зато вы можете пользоваться электроприборами каким-то в доме и розетку вас плавится не будет первым моментом второй момент когда еще очень полезно ограничение включать допустим нету возможности подъехать близко к розетке вам приходится использовать удлинитель там метров на 20 естественно на нем падение напряжение большое и разогрев большой этого провода идет если вдруг большое потребление снижаем потребление в два раза увеличиваем время зарядки два раза и все отлично заряжается вот это основные моменты ну и бонусом приятным это конечно таймер потому что конкретно не садлив достаточно замороченный имеет интерфейс настройки таймера и не всегда удобно им пользуются если вдруг у вас ненормированный рабочий день то есть грубо говоря вы можете приехать там в разное время домой и в разное время уехать из дома а таймер обычно удобно использовать если вы хотите отлавливать дешевый тариф ночной соответственно вы знаете когда он начинается нажали на сколько часов отложить время и как бы старта нового зарядочка но это все в теории на практике давайте посмотрим что же мне приехало так смотрим на прибор выглядит хорошо подгонка поверхности прям хорошая все ровненько я так понимаю он герметичный здесь уплотнители стоят достаточно качественно на мой взгляд и соответственно даже они заявили айпи 54 под проверим потом разберем посмотрим как это сделано значит что еще есть экран на котором мы видим все показания эта кнопка регулирует ток зарядный который мы хотим получить естественно больше чем машина может он не сделает но ограничить ток этот прибор в состоянии очень полезно для nissan leaf который не может ограничить ток далее это у нас таймер отложенный запуск вот видим меняется время на экране соответственно отложить мы можем запуск на 9 нет на 10 часов что еще можно увидеть на приборе до напряжение в сети он измеряет силу тока зарядки и вычисляет мощность киловаттах и счетчик киловатт часов то есть если вы где-то были в гостях или там кого-то просили розеточку попользоваться вы можете посчитать сколько это стоило и компенсировать по тарифу так далее смотрим пистолет у колпачок обычный необычное покрытие что-то типа soft touch черный это кстати тоже достоинство иначе если белый он пачкает сильно по опыту кнопка нормально работает уплотнитель ну разберем тоже посмотрим какой пистолет мне нравится далее провод использован три жилы по два с половиной миллиметра квадратных плюс 205 миллиметров это у нас по провод от блока до пистолета к блоку у нас провод идет три жилы по два с половиной миллиметра квадратных это товарищи выглядит продукт отлично доставка быстрая соответственно они говорят за пять дней по любому доедет отправляют из москвы вот и соответственно очень неплохая цена то есть за эти деньги ничего подобного я найти не смог так вот этот прибор чудо прибор подключен в мой щиток 16 ампер 220 вольт у него хочу я не 16 ампер сколько я хочу ну допустим я хочу 10 ампер пусковой 10 и время сейчас хочу установить через три часа зарядку окей три часа таймер 10 ампер ток посмотрим так назначенный час x настал напряжение 200 вольт всего в сети 10 ампер мы берем и уже 0 0 2 киловатт часа за минуту у нас зашло 1 и 2 киловатта мощной зарядки нормально заряжается то есть если лень настраивать таймер по ночному тарифу если у вас нерегулярный так сказать график работы использования автомобиля то почему бы и нет но этап тестирования зарядочка вот слегка попала под дождь дождичек шел заряжается на 8 ампер и есть у меня мысли разобрать час зарядочку и посмотреть как у нас в лагоизоляции так вот я его разобрал нам же всем интересно как она сделана поэтому начнем с основной платы значит что у нас здесь есть во первых герметичный ввод вполне герметично то есть вот там видно что он с неплохим таким сальником далее по контуру проложена резиночка то есть эта штука действительно эти 54 как минимум хотя возможно даже не поскромничали может быть даже лучше степень защиты дальше из плюсов релюхи стоят на 20 ампер если верить этим надписям релюхи 2 как положено то есть рвут и фазу и 0 тоже плюс огромный плюс я считаю то что здесь на болтах соединение а не пайка то есть отвалиться не должно это у нас идет на дисплей дисплей вот здесь вот есть итак переходим плавно к пистолету это вообще произведение инженерного искусства так сказать что они сделали они поставили уплотнитель здесь то есть на самом разъеме уплотнитель резиночку здесь это металл кстати это металл металлические сделали герметичный ввод там еще можно разглядеть его сюда вытащил да вот еще сальничек то есть он устанавливается металлическую эту штучку оправку все там нормально но самое интересное то что кнопка вот этот пистолет он герметичен то есть нету в обычных пистолетах если вы их разбирали видели что эта кнопка не герметичный пистолет весь не герметичен обычно даже отверстия делают для слива конденсата влаги здесь пистолет корпус пистолета герметичен целиком прикольное решение но в целом осталось все это теперь собрать как было а ну да и я думаю не стоит упоминать тот факт что следов влаги внутри не обнаружено я думаю ее можно в воду даже окунуть и вода сюда не затечет хотя конечно наверное делать это не стоит айпи 54 все-таки заявлено то есть защита от брызг так я это все собрал в принципе не сложно в общем конструкция одобрена вполне себе ничего и вот эти вот штучки они даже закрывают отверстия где самореза стягивают две половинки корпуса вообще неплохо так внимание к деталям как говорится и так запустил тестирование вот две минуты назад на 16 ампер сечения кабеля мы посмотрели а теперь проверим собственно нагрев 24 похоже на правду сам кабель сам кабель но тоже где-то 24 даже может быть меньше пока не греется этот кабель также не греется нормально 20 градусов вообще и вилка вилка 24 то есть как бы пока вопросов никаких посмотрим что будет дальше так прошло у нас 47 минут теста проверяем но я даже проверять не хочу потому что чувствую что она холодно 2524 шнур 22 то есть не греется практически и машина машине ну 23 условные градуса разъем сам так что нормально и так добрались мы до финального теста ради чего собственно это все было задумано здесь вы видите инвертор инвертор 2 киловатта на крышу меня солнечный батарей и так товарищи внезапно мы на моей крыше и вот это вот 500 ватт чистой энергии примерно по 100 ватт панели может по 120 точно не помню и соответственно 100 вольт примерно они выдают дальше идут на контроллер там mppt так называемый контроллер у меня стоит который преобразует постоянное напряжение 90 вольт в постоянное напряжение 12 вольт по 14 4 если быть точным вот и этим мы сейчас попробуем зарядить автомобиль так вообще конечно красота здесь вот здесь вот приходит всего 12 вольт да знаю тонкий слишком провод для такой мощности но что есть то есть важно сейчас проверить принципиальную возможность два киловатта он может давить на постоянку 4 максимально сюда я подключаю эту зарядную станцию так у нас видно дисплее видно и ограничиваю ток заряда на 8 ампер так и что интересно без заземления вся эта система собрана возможно конечно сейчас я обломаюсь ничего у нас не получится но надежда умирает последний как говорится включаем так щелкнул смотрим облом облом вырубается итак эксперимент третий наверное завершающий лифт там зарядник здесь а вот этот ужас это резервная система система питания моего дома с времянкой тут с небольшой соответственно тот же инвертор у него включена переноска включаем инвертор и смотрим что будет происходить щелкнулось 8 ампер по запустил свинт вентилятор это хороший признак так вот это не хороший признак напряжение 11 вольт то есть не вытягивает у меня система моя 12 вольтовая 11 вольт это мало но тем не менее 7 ампер идет все зарядка идет а я доволен машина подзарядилась почти киловатт лес солнечной энергии сейчас расскажу покажу 950 ватт-час но там уже у меня все пищит орет что напряжение низкое потому что еще облачка у нас налетели и солнышко зашло поэтому этот из аккумуляторов из моих свинцовых чуть-чуть до высасывает но и больше мучить как бы не будем свинцовым аккумулятором очень вреден полный разряд так что отключаю отключаю и сейчас расскажу значит свои планы а планирую я следующее хочу сделать солнечную электростанцию нормально у меня как бы для аварийного питания дом только там насос запустить воду накачать холодильник чтобы работал сигнал к видеонаблюдению такие вот темы то есть потребление на меня на небольшое потребление рассчитано а я что-то вот так подумал наверное есть тема уже сделать себе солнечную электростанцию нормальную и это будет я думаю примерно 3-5 рублей за киловатт обходиться мне по себе стоимости энергия полученная с нее конечно дороже чем ночной тариф но зато независимость это как бы тоже стоит денег ладно это мысли вслух но общем а в целом зарядочка ничего в принципе мне понравилось за свои деньги сам это ну как то так всем пока до новых встреч а и Продолжение следует...